Всем привет дорогие друзья! С вами я Виталий Гнатюк. Мы находимся на канале Крым на ладони, ну или Виталий Гнатюк. Сегодня я вам покажу улицу, где летом просто толпы народу, просто толпища, очереди, столовых и так далее. Она находится недалеко от аквапарка. Это прямо, можно сказать, ну курортный квартал. Курортный квартал. Все, ну половина, наверное, отдыхающих, которые приезжают сюда, хотят здесь прям поселиться и поселяются. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Это фотообои, кстати. Это мы не летом находимся, сейчас я вам покажу. Вот, видите, это набережная, это вот море здесь, искренне, садует. И вот это вот всякие волны и так далее. Ну а мы идем. Можете на канале где-то посмотреть, уже с набережной снял видео. Так. Ну а мы идем, друзья, в эту сторону, в сторону аквапарка, в сторону города. Туда из трех дорог автомобильных, которые идут... Которые идут... Короче, которые... По которым на машине можно доехать до набережной. А вот. Маркетплейс. Здесь столовую сделали в этом году. Здесь была раньше крокодиловая ферма. Ее снесли, сделали столовую. Ну как-то странно, они прикрыли щитами. Могли бы этот самый, ролеты какие-то сделать. Как-то оно все печально все стоит. Так. Глянем здесь, что дальше. Здесь шашлыки продавали летом. Ну все закрыто. Все закрыто. Какие-то автомобили ездят. Ездят. Да, видимо, приезжие с близлежащих городов Симферопольта. Или еще откуда. Ну погодка такая сегодня. Не солнечная. Здесь аквапарк. Вот справа. Бывший. Там, кстати, еще вода в бассейнах есть. Как я погляжу, как они их не откачивают. Ее что ли? До сих пор вода там. Вот эти кипарисы, кстати, в том году сажали. Я видел даже, как их сажали. Краской пахнет. Не знаю, что-то красят, наверное, здесь. Тут столовая по-домашнему впереди. Ну видите, вообще никого. Летом здесь просто не протолкнуться. Ну на самом деле, до самой столовой этой, куда я иду, Хорика. Хорика. Это переводится как отель. Хотель. Рея это ресторан. И Ка это кафе. Отель, ресторан, кафе. Ну идти минут 10, наверное. С этого, с набережной. Вот видишь, не пропустил меня. Тут и так пусто. Я пока дойду, он уже проедет, в принципе. Правильно делает. Вот, все закрыто. Смотрите, пустыня просто. просто курортный квартал превращается в пустыню, когда уезжают отдыхающие. Ну потому что здесь хозяева всех этих отелей, там и так далее, гостевых домов, они в принципе и строятся под отдыхающих. и, ну, большинства нет отопления. Большинства просто кондиционеры стоят. Я думаю, вряд ли, что такую уже, ну уже такая прохладная погода. Думаю, вряд ли, что не каждый кондиционер справится с помещением. Особенно, если оно большое. Вот. Ну и особенно, если оно из бетона. Вот. Поднимите, пожалуйста. Давайте, что это? Реклама. Вот, видите, как раздали мне рекламу. Сушивок для искушенных гурманов. Соком вручили, я, наверное, один, мне штук 10 тут отдали. Видимо, некому вручать, но, как бы, работники такие или работодатель. Я все равно это выкину. Ну как, зачем мне столько штук? Маркет. О, кстати, работает вот здесь магазинчик. Магазинчик работает. Так, здесь можно прямо пойти, но там я думаю, что еще не сделали дорогу. Там еще не заасфальтированная дорога. Там некрасиво, короче. Лучше по Адмиралтейской пойти. А это, Таврическая улица. Вот, сюда, дальше. Прямо тоже можно пойти. Здесь еще часовня. Ее, по-моему, так и не достроили. Вот тут я спрашивал, кстати, номера, почем сдаются летом. Три с половиной было. Вот. Ну, на двоих. Так что. Ну, такие тут. Чем ближе, тем к морю, тем дороже. кому нужно в новом свете жилье, вы можете в описании заглянуть. Адмиралтейская, Адмиральская, не Адмиралтейская, а Адмиральская здесь улица. Так. Я думаю, минут десять ходьбы таким бодрым шагом храм просит помощи. Ну, это храм Ушакова, я так понимаю. воины Федора Ушакова. Видимо, здесь была часовинка вот небольшая. Ее расширяют до храма сейчас. Ну, ее как бы уже два года, я смотрю, года два, ну, точно, наверное, она стоит так не... Ну, в общем, недостроенная. Ну, это, я думаю, только на летний вариант это рассчитан, потому что, ну, зимой, вы видите, здесь никого нету. Кто тут зимой будет ходить в этот храм? Непонятно. Ну, локация странная, конечно, особенно для отдыхающих. Может, кто-то и будет заходить, но в основном отдыхающие приезжают, чтобы отдыхать, да, а не грехи отпускать себе. Смотрите, какая сова. Сова. скоро все листва вся осыпется. Там до сих пор что-то достраивает. те места под отели, которые ближе к морю, плюс-минус 10 минут, они, видите, все застроено, все забито. А там дальше там есть места, ну, как бы минут 20 от моря если идти, там есть кое-какие участки, там и продают некоторые уже какие-то отели недостроенные тоже. А здесь вот в принципе все забито отелями. Вот только вот кусочек. По-моему, здесь тут кто-то пристраивать собирается еще. Так. Ладно, мы так нон-стоп пройдемся. я вас что-нибудь может узнаете. Видите, как это все зимой выглядит. Я вас как бы тоже своей болтовни использую, да, получается. Грубо говоря. Хотя, может, это не подходит слово сюда болтовня. живые динозавры. Динопарк Рекс. Что-то закрасили, где он находится. Может, уже нет его. Первый раз вижу эти же. Я даже не слышал про этих живых динозавров нигде. вот здесь хорика. Кстати, трехэтажный прям дом для детей есть. Можно оставить детей, чтобы они игрались там. По-моему, 100 рублей в час или 200. Что-то в этом роде. Для детей тут целый дом построен. это Запорожец. Смотрите, какая красота. Тут тыквы всякие разные. Тут под каждый праздник своя ну вот свое оформление они делают. Хэллоуин. Но он уже был Хэллоуин. Не знаю. Давно прошел. До сих пор не празднует. Ну вот такая вот хорика, друзья. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, заглядывайте в группу ВКонтакте, в Телеграм. Пока-пока.